Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев. В этом видео мы будем создавать удаленный репозиторий и научимся с ним работать. Репозиторий мы будем создавать на GitHub. Почему на GitHub? Меня тоже мучил этот вопрос. Так как я большей частью пользуюсь Bitbucket, он, на мой взгляд, гораздо удобней. Во всяком случае, потому что он подходит подавляющему большинству пользователей мелким конторам и крупным конторам. Почему? Потому что там можно... Очень большие преимущества есть у бесплатного аккаунта. Можно создавать private repository, по-моему, в неограниченном количестве. Там у меня их уже, по-моему, около десятка, и все это бесплатно. Оплата там, по-моему, идет, если вы на репозитории будете накладывать более пяти пользователей. Но я в точности не помню, так как мне за голову хватало всех бесплатных плюшек. Также там, помимо Mercurial репозитория, можно делать и Git-репозиторий. То есть, казалось бы, вот знакомый инструмент, и можно сделать видеокурс по нему. Но все-таки я выбрал GitHub. Почему GitHub? В большинстве случаев разработчики программного обеспечения, PHP-фреймворков и так далее, почему-то используют GitHub. Я не углублялся в эту тему. Почему они это делают? Здесь, в бесплатном аккаунте, можно создавать публичные репозитории. Чтобы создать private репозитории, нужно уже за это платить. Возможно, для того, чтобы... Возможно, здесь просто проще развиваться для open-source проектов. Скорее всего, дело в этом. Но не суть. В силу того, что если вы... Ну, то есть, вы будете пользоваться разными фреймворками. Тот же самый Zend, все его дополнения и сам Zend, это все лежит на GitHub. И для того, чтобы просто GitHub стал нам более знакомым, чтобы мы узнавали его в лицо и умели в нем без проблем создавать определенные вещи ежедневные, Поэтому и будем изучать GitHub. Но для повседневной работы, если вы работаете над своими проектами, я бы все-таки рекомендовал вам Bitbucket. Итак, вот я уже только что зарегистрировался на GitHub. И давайте попробуем создать новый репозиторий. Вот тут я вижу ссылочку к Create Repository. И вот здесь вот волшебную зеленую кнопочку. Давайте нажмем на кнопочку. Так, даем ему название. Пусть будет у нас именоваться так же, как и наш тестовый проект. Это Git Project. Так, опционально можно description добавить, но пусть будет description. Публичный или private? Давайте посмотрим, может быть все-таки он... Нет, он вот видите, не дает делать private репозиторий. Говорит, денежку нам заплатите, и потом будет вам private. Окей, пусть будет public. Следующим шагом нам предлагается инициализировать репозиторий. Но здесь такая ремарка, то что, говорит, если вы уже сделали локальное GitIn, то это делать не надо, пропустите этот шаг. Окей, нажимаем Create Repository. Репозиторий наш создался. Вот его адрес. И вот те волшебные строки, с помощью которых мы можем клонировать репозиторий себе. Ну, либо с помощью этих строк мы, соответственно, можем делать push. То есть, локально... Сейчас у нас какая ситуация? У нас есть локальный репозиторий, но нет репозитория в интернете главного. И мы создали главный, и теперь нам с локального нужно отправить в главный. Главный может находиться либо на отдельном сервере, если вы, предположим, свое делаете, либо на GitHub, либо на BitBucket. И, соответственно, отдельно у нас есть где-то боевой сервер, на котором тоже установлен гид. И оттуда мы уже будем... С боевого сервера мы будем брать с главного. То есть, мы с локального отправляем на главные данные. И с боевого мы забираем данные тоже с глобального. Да, такой вот переброс информации получается. Для того, чтобы апнуть боевой сервер. То есть, мы имеем такую вот картину. Есть у нас персональный компьютер разработчика. Здесь он ведет свои разработки. Соответственно, делает push, отправляет данные на GitHub. Опечаточку сделал. На GitHub. Это у нас центральный репозиторий. И, соответственно, вот это вот сервер, где у нас хостится сайт. То есть, боевой сервер называется. Переходим по SSH на боевой сервер и делаем pull. То есть, забираем данные с репозитория GitHub. Точно так же у нас могут быть более одного разработчика, что в большинстве случаев и случается. И точно так же второй разработчик подключен к GitHub. Если он делает какие-то свои изменения, он отправляет на GitHub. Первый разработчик, соответственно, эти изменения себе забирает, мержит и тоже отправляет на GitHub. Здесь уже получается смерженные все изменения. Ну и второй разработчик обновляет у себя данные изменения. Что мы здесь имеем? Здесь нам, многоуважаемый GitHub, дает нам подсказки, что нам делать следующим шагом. Create a new repository on command line нам это делать не надо, так как у нас уже как бы репозиторий есть, а этот мы сделали после. Если, предположим, вы проект только начинаете и начинаете с GitHub, то, соответственно, здесь сначала делать. Но, по-моему, удобнее сначала локально. Протолкнуть существующий репозиторий в командной строке. И дает нам две команды, с помощью которых мы свой локальный репозиторий можем протолкнуть именно сюда. Давайте попробуем это осуществить. Итак, я копирую первую команду. Вот наш замечательный баш. И Ctrl-Insert я сюда ее вставляю. Нажимаем Enter. И вот как бы у нас все прошло, без каких-либо ошибок. Давайте разберем эту команду. Мы говорим GitHub, то, что сейчас будем добавлять новый репозиторий. Remote, Add, ключик Add. Далее мы указываем псевдоним, так сказать, сокращенное название этого репозитория. Здесь можем что угодно написать. Ну, мы написали, как нам в примере дали, Origin. И, соответственно, путь к данному репозиторию. Теперь мы можем посмотреть и убедиться, какие у нас есть вообще удаленные репозитории. Для этого мы просто запускаем команду git remote. И видим то, что у нас есть один репозиторий, который называется Origin. Чтобы чуть-чуть более подробную информацию получить, если мы добавим ключик в это, получим вот такой вот результат. То есть еще и получим путь к данным репозиториям. Откуда мы будем забирать фич и куда мы будем складывать паш. Также напомню, что любую подробную информацию о какой-либо команде можно получить следующим способом. Git help и название команды. Remote. Даже если вы не подключены к интернету, это все локально и, соответственно, появится файл справки. Как вы видите, как и любая другая команда Git, команда remote, она имеет очень большие настройки различные. Итак, теперь давайте протолкнем наши изменения в наш репозиторий вот такой вот командой. Я нажимаю Ctrl-Essert. Итак, что это за команда? Push. То есть, те закомиченные изменения, все закомиченные изменения, которые у нас есть в Gitm, в локальном, мы сейчас будем пушить. То есть, мы сейчас будем проталкивать эти изменения в наш удаленный репозиторий. И мы говорим нашему гиту, что мы будем проталкивать в репозиторий Origin. Да, Origin. То есть, мы использовали короткое название, на самом деле, проталкивать мы будем вот сюда. и проталкивать мы будем ветку мастер. Также мы использовали ключик минус U для того, чтобы, когда в следующий раз мы будем делать пуш, он у нас именно по умолчанию как раз вот сюда вот и пушил. Один раз мы это сделали, минус U ключик указали, и гид у нас это запомнит. Без ключика нам пришлось бы, соответственно, каждый раз об этом писать. Итак, нажимаем Enter. У нас произошло соединение с сервером и спрашивают наш юзернейм. Юзернейм. Вводим юзернейм, нажимаем Enter. Теперь спрашивают пароль. Итак, я ввел пароль. К сожалению, не получается скопировать и вставить, приходится вводить вручную. Что нам гид выдает? Выдает рабочую информацию, что происходит, какие объекты он закомпрессил, что записал и, соответственно, что куда передалось. Никаких сообщений об ошибок у нас нет, значит, у нас все прошло хорошо. Теперь давайте посмотрим, что у нас случилось в репозитории. Пришли ли туда данные. Итак, я перешел в наш репозиторий, который мы только что создали и обновляю страничку. Посмотрим, что у нас получится. Страничка обновилась. И, как мы видим, у нас здесь появилась копия того, что и есть у нас в рабочей папке. Да, вот. Вот наша рабочая папка. И вот, соответственно, здесь то же самое. Папка docs. Ну, то, что у нас есть репозитория, логи у нас сюда не пришли. Можем открыть, посмотреть. Так вот, гид еще предлагает верифай сделать имейла. Ну, хорошо, позже сделаем. Вот, в принципе, и все. На этом видеоурок я заканчиваю. С вами был Дмитрий Афанасьев и до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok